По неутешительным прогнозам фантастов, которые вообще-то часто сбываются, в будущем человечество будет питаться исключительно синтетической пищей. Так что возможно, что вот эти самые генетически модифицированные продукты далеко не самое страшное, что нам уготовано. Это, Денис, по-моему, что-то слишком пессимистичное. Не знаю, растут еще на наших полях и огородах экологически чистые морковки и тыквы. И бегают еще на просторах нашей необъятной родины, носители немодифицированного салона и колбаски. Ну да, ты еще скажи, что эти экологически чистые охраняются государством. Охраняются-то они охраняются, но чем больше охраняются, тем почему-то их меньше становится. Ну все хотят полноценно питаться, просто не всем это по карману. А в принципе все возможно. Отбивная из Архара, бешпармак из Морала, об этом через несколько минут. Итак, красная книга как меню, в котором 133 вида потенциального стейка. Кстати, красная книга имеет силу закона. То есть, если в ней написано, что, например, туранский тигр охраняется государством, значит, теоретически он им охраняется. А вот с практической точки зрения охранять туранского тигра сложно. Это животное в стране последний раз видели не менее 70 лет назад. Не исключено, что его вообще уже не существует в природе. Но красная книга его охраняет. Так же, как и гепарда, бурово-тиншанского медведя и красного волка. Всех тех животных, которые когда-то обитали на территории Казахстана. И опять же, теоретически могут существовать здесь по сей день. Как можно охранять то, чего нет, на этот вопрос красная книга ответа не дает. Но можно к ней подойти с иной позиции. Самой, что ни на есть, практической. Красная книга – это список охотничьих трофеев, которые пока еще можно заполучить. 900 тысяч тенге за Архара, 500 за Муфлона и 198 за Морала – официальные расценки для иностранцев, приехавших в Казахстан на охоту. 11 лет назад им разрешили стрелять по животным, занесенным в Красную книгу, под видом научных исследований. Чуть позже, по многочисленным просьбам арабских шейхов, в научно-охотничий список включили дров красоток и соколов-балобанов. У нас в Казахстане официальной охоты на редкие виды, в общем-то, нет. Вот это в порядке эксперимента, как назвали, шла охота на копытных, она была сделана под иностранных охотников. Постановление правительства по дрове красотки делается под конкретные лица. В охотничий каталог «Красная книга» превратилась в непростое для страны время. По официальной версии, редких животных начали отстреливать для их же блага. «В целях улучшения охраны краснокнижных животных в Казахстане нужно открыть валютную охоту и продавать балобана богатым шейхам, а вырученные средства пускать на охрану этих видов». Почти цитата. Охрану некоторых казахстанских заповедников арабские шейхи и оплачивают. За это им разрешают охотиться. Кстати, Казахстан-сафари – недешевое развлечение. Охота на дрофу-красотку, на одну осадь, стоит больше тысячи долларов США. Одна дрофа-красотка. Активно развивается на казахстанских просторах охотничьи хозяйства. В прошлом году 16, в этом 80. И это только в Алматинской области. «Многие изъявляют желание иметь такие охотничьи угодья. В принципе, это неплохой бизнес на сегодняшний день». О доходах, которые приносят угодья, можно только догадываться. Государству отходят лишь деньги за лицензии. Остальные – завоз оружия, вывоз рогов, копыт и так далее – достаются фирмам-посредникам. Вывести из страны охотничий трофей – целая история с большим количеством бумажек. Сертификаты, экспертизы. В этом плане больше всего повезло арабам. «Дрофу» просто едят. Тут всё просто. Её съедают. С копытными, для того, чтобы… Приезжают люди за трофеями, разумеется. Это трофейная охота. Причём, насколько я знаю, за трофей также отдельно доплачивают, в зависимости от его ценности. Для интерохоты выделяется определённое количество животных, в том числе краснокнижных. Сколько именно – зачастую тайно за семью печатями. А сколько отстреливается на самом деле – тем более. Договорился с местными властями, ещё и охрану обеспечит от постороннего внимания. Вот привезли иностранных охотников. Иностранных охотников. Например, по области 11 маралов всего, по-моему, выделено. Это я так слышал. А приехал интерохотник. Большое количество. Именно для интерохот 11 маралов выделено. Но вы разве верите, что с Германии, с Великобритании откуда-то прилетает и улетает без головы морала, что ли? Сколько краснокнижников пойдёт на убой, решают учёные, утверждают правительство, контролируют чиновники областных территориальных управлений, лесных и охотничьих хозяйств. Они же эти хозяйства курируют. Чтобы стать владельцем охотничьего угодья, достаточно создать фирму и иметь в штате охотоведа. А ещё лучше иметь хороших знакомых в управлении. Недавно в Алматинской области был проведён тендер. В результате истинный владелец территории остался неудел. А почётное право контролировать отстрел краснокнижников получил родственник одного из членов тендерной комиссии. Мы вот вообще удивляемся. Люди, которые только организовались, фирму только организовали, ни одного дня не поработали, ни одному человеку зарплату не заплатили, ни один ТНГ, бюджет, денег не заплатили. И ни одного квадратного метра не имеет земли собственной. Вот они странным образом являются победителями нескольких конкурсов. Экономический суд признал действия чиновников коррупционными. Однако последние на это счёты имеют своё мнение и даже цитируют конституцию. И здесь Абажанов заявляют, что вот Кузубаев, он как член комиссии отец, и он решил в пользу этого фирмы «Джитсу» связи с этим, что это вот коррупция. Судья берёт это и пишет там, Кузубаев коррупционер. На каком основании? Где конституция наша? Там 14-й пункте, 24-й пункте написано, «Каждый гражданин республики Казахстана имеет право на труд». А право на такой труд даёт ещё и возможность контролировать денежные поступления от охотников и откат от браконьеров. Собственность государства, животный мир, стреляют все, кому не лень. Кто-то по лицензии, а кто-то по старинке. Бизонный. У нас нет контроля, например. Те, которые с путёком приезжают, они приезжают инспекторам, охотеинспекторам. Они назначают, например, места, где они могут охотиться, где чего-то там. Но регистрацию, например, местную властью, они не проходят. Зато с популяцией браконьеров у нас всё нормально. Хоть отстреливай. Можно даже без лицензии. Хотя под обстрел обычно попадают редко встречающиеся на наших ландшафт егери и лесники. Это самый уникальный подвид в степях Казахстана. По одному на миллион гектаров и тысячному поголовью браконьеров. Алматинской области изобилуют природными богатствами. Поэтому здесь орудуют браконьеры, даже из Китая и Киргизии. Бутылка водки, а лучший ящик. Ружьё – движущаяся мишень. И жизнь удалась. Иногда, правда, под ружьи стрелков попадают некраснокнижные коровы местных жителей. С пятницы по понедельник они предпочитают скот на пастбище не выгонять. И из дома не выходить. Так как давно уяснили, что страшнее нетрезвого охотника зверя нет. Кто-то должен за этим следить. А то делают тут, что хотят все, стреляют куда попало. Мы даже боимся, а вдруг в нас попадут. Бояться есть чего. Оружие у охотников первоклассное. Оружия у них разные, например. Калибры разные. Дальнобойные, с оптикой. Бывают случаи, что ночные охоты там занимаются. В Красную книгу страны занесено 133 вида животных. Штрафы за их нелицензионное убийство огромны. Но, как говорят, сколько волка не корми, а всех лосей заповедника на него и не спишешь. Поэтому контролировать приток денег и отток животных чиновники предпочитают самостоятельно. Впрочем, ученые считают, что особой необходимости разбазаривать Красную книгу за деньги сегодня уже нет. Если в середине 90-х еще можно было говорить о том, что вот эти деньги нужны, вот какие-то там деньги, часть стоимости лицензии, они нужны для организации охраны, того, другого, третьего, то в данной ситуации, когда, в общем-то, экономика страны находится на подъеме, эти средства уже совсем не так нужны. И приобретения такие, ну, очень спорные. Официальная краснокнижная охота разрешена почти во всех странах СНГ. Спортивная, валютная, трофейная или просто царская. В Туркменистане официально именуется не охотой, а отдыхом и изучением природы. Кто только не изучал казахстанскую природу среди именитых исследователей. Арнольд Шварцейгер штудировал зоологию в прошлом году с вертолета. Паула Куэлья наверняка в научных целях уменьшал популяцию сайгаков. Внесли немалый вклад в изучение казахстанской фауды. Такие представители зарубежной культуры, как Чак Норрис и Марк Дакасков. Из секретных, не поддающихся проверки данных. И подтвержденная информация. Исследовательский список непрерывно пополняется. Гайни Кудайбергенова, Илона Икшимбиева, Тимур Баяхметов. Программа «Точка». Программа «Точка» Коррекции «Точка» Субтитры сделал DimaTorzok